всем привет начинаю этот влог из машины мы едем сейчас я макса везу на тренировку суббота у нас сегодня и хоть он еще и кашляет конечно мы без этой тренировки никак вообще не подготовлены и едем в питер я уже начала собирать частично чемодан можно сказать даже не частично его практически полностью забрала вот много что конечно положила не знаю пригодится или нет но и теплую одежду там и курточку такую тоненькую себе положила макс поедет в куртке вот потому что погода изменчивая сейчас заморозки потом вроде как тепло но по крайней мере я думаю что воздух так сильно не прогреется я сегодня надела в одной футболке но мне некомфортно ветер я вышла но уже не стала возвращаться за курткой вообще ну как бы так то что я в машине на 1 вот скоро мы едем купила вчера в кб заехали мы купили с собой в дорогу два паштета таких баночках которые легко открываются и которые не нужно холодильнике хранить то есть они как бы на руль там вафельные тортики взяла потом бисквитики какие-то такие шоколадные чипсики конечно себе вот и надо будет еще доширак купить на такое знаете что хлеб нарезку потому что ехать нам очень-очень долго а что в поезде делать только кушать можно так что подготавливаемся ну хлеб нарезку это в самом конце уже машина обещала щупицу дорогу сделать сделает утром встанем и позавтракаем паштеты на обед с супчиком душа дошираком или роллтоном я не знаю в общем как-нибудь там уж какие булочек еще вообще не знаю что брать с собой чтобы не все не стухло и ничего не пропало ребята я сейчас нахожусь в городе и второй день у меня так сильно болит голова причем вот с обеда начинает болеть с утра вроде ничего нормально вообще а сейчас то ли давление то ли что прям до тошноты и вы знаете у меня как чуйка была не поверится я сегодня взяла сумку потому что это деньги мне надо рассчитаться с тренировками короче за тренировки макса заплатить взяла сумку и утром залезла в аптечку и положила думаю там питер поеду что потом не забыть эту и заводу таблетки с пазган отрезала часть это это вот но то что не было и сейчас пошла выпила таблетку налила водички там просила и выпила таблетку потому что безумно болит голова причем знаете как мне даже голос сейчас немножко осип вот отсюда начинает вот это вот часть прям лобная часть вот так вот прям давит как будто прям до тошноты еще сидела все думание не все надо пить таблетку я выхожу из машины аж голова кружится очень не знаю второй день такая фигня у меня и я взяла я тут всегда супрастин вожу супрастин и вот спасганский я думаю может быть еще норофенчик взять с собой дорогу что какая-то нездоровая тема потому что погода меняется у нас то вчера даже дождь не стояла он ливняком просто шел то солнце но ветер холодный круче какая-то фигня происходит аномальная вот сейчас уже скоро выдвинусь за максом вообще у меня даже веки опускаются очень сильно болит состояние напишите как вы себя чувствуете эти дни у нас сегодня какой у нас сегодня 6 мая нет вчера еще было более-менее вот позавчера у меня такая фигня была тоже прям аж до тошноты нехорошо как-то вот я включилась заново думаю уже начну в другом месте в другой локации снимать влог что-то вам рассказывать а тут включилась потому что мне пришлось смс от рчс вот это вот гидрометцент короче какие-то там аномальные что-то ожидаются и заморозки до минус 3 вот у меня голова видимо вообще просто язык даже онемевший вот поэтому мне так плохо ребята сейчас только-только мне прислали смс-ку что завтра 7 мая ожидает какие-то там вообще аномальные какие-то огромные метеорологические что-то там такое уже дома 3 купил продукты на пиццу будет делать то хлебушек мы заехали на запрошенные участки где дача и совершенно заброшенные заросшие и там росли нарциссы и тюльпанчики и я просто сорвала вот так вот потому что все равно пропадут а там найти как там на этих заброшенных я просто не хотела поснимать вам но телефон оставила в машине мы прошлись туда с андреем заехали а там грязю к там бутылки брошены мусор брошен я думаю ну блин чо они все равно отцветут и все и останутся там а мне глаз будет радовать и это и не все кусты их естественно оборвала в тот часть осталось вот просто искали знаете может быть какую-то березоньку там такое такого плана вот и вот они красивые 3 тюльпанчика распустится и даже не знаю какой цвет будет наверно до нашего отъезда они не успеют распуститься ну пусть стоят прошла у меня голова вообще прогуляли пишет это срывает ходит по чужим участкам нет совершенно заброшенные бы я хотела взять камеру как бы что не говорил про меня чтоб не это просто я брю оставила в машине андрей не взял телефон тогда я бы сказала что мы с ними мне оставили просто вышли посмотреть не пошли дальше там сыра мокрая и дорога ведет но там не проехать и мы не стали те у него белые кроссовки были я залезла мусора конечно все равно люди видно что где участке кто живет там приезжает дачники живут может быть я не знаю как ухоженный и рядом тут же просто мусор валяется был бы пакет честно я бы собрала этот мусор весь вот и бесхозные цветочки может быть когда-то знаете чей-то был участок естественно и он заброшен там даже дома нет никакого и очень много дички растет то ли вишня то ли черешня я не знаю скорее всего это дико вишня столько деревьев столько молодых саженцев просто бесхозные макс видите пока я не горкну не рявкну на него кровать не будет заправлено я принципиально не заправляю носки его как всегда это я сейчас приехала переоделась еще у меня до стирку вещи кое-как и чтоб я уехал и был порядок потом еще 8 наверное про трупы но не знаю как посмотрим собрала уже частично чемодан ну не то что даже частично полностью практически это косметичка еще рюкзак буду брать это пакет пакет сумка с продуктами это я же говорю частично еще не все контейнер положила я его тоже загружу чем-то и мы будем с собой брать на турнир может быть даже поменяю другой лоточек возьму вот это чисто и не обращайте внимание просто уже въелась картошечку себе взяла вот такую стаканчики пластиковые такие бисквитики четыре штучки взяла пирожные бисквитные это картошка сухая это макс любит но что еще делать это ему кукурузные чипсики вот это читать вафельный тортик видите кусочками они прям уже порезаны вот лазированные вафли с орешками потом вот такое печенька что-то не съедим что-то на турнире там будет шоколадку такую с карамелью с кофейком наташеньке попить вот и пакет собрала тут вилки ложки чай кофе сахар ну в общем такое что ничего я буду тратиться на это ребята вот такие вот два паштетика они можно хранить не в холодильнике поэтому с гусиной печенью и с антюшиной очень просто на хлебушек намазать и вот так вот пообедать можно хотя бы знаете плюс нарезочка еще будет это я позже буду покупать в общем с голоду я надеюсь там не знаю еще буду надо будет купить две бутыли потому что ехать очень долго я не знала почему так получается еще часть подарка на день рождения мои внученьки потому что нас не будет здесь мы уже будет в питере когда у него будет до рождения это моя вот думаю либо заранее прийти подарить либо уже когда мы приедем когда приедем в любом случае зайдем расцелуем поздравим ой как мне нравится ребята ты ты живые цветы обожаю так хотела нарциссы себе купить думаю об они мне прям сами под руку попались сегодня день чудесный но очень холодный ветер андрей пошел косить траву какой стены по моему с той стороны входом все деревья у нас распустились яблони тоже все зеленеет травка блестит ой солнышко блестит травка зеленеет что-то там такое в окна к нам летит такие дела а тут у нас оказалось это не мои ноги вот там вот я колышки поставила тут оказалось это лаванда я помню я семена причем это салушки мы привозили эту лаванду видите ну тут вот вот это вот это хост и а вот это все лаванда и я так облагородила немножко почистила здесь траву убрала что андрей не скосил лишние будет у нас горная лаванда ветер холодный потому что обещают заморозки вот эти конфеты это просто безумная вкуснота я сегодня съела финики в глазури финик это безумно это самые вкусные конфеты то что я люблю чернослив я его люблю это чернослив глазури причем шоколад очень плотный хрустящий прям как я люблю вишню я не пробовала просто я вишню не очень люблю я думаю тоже вкусно это из той же серии но финик это просто нечто сам чернослив не такой сладкий а финик у ночи сладкий и вот я думаю я уже ела шоколад сегодня много причем я съела один твикс палочку твикса потом половинку марса этом с андреем поделили пополам и две конфеты вот таких утром я съела то есть я думаю если я щас кофе еще один финик съем наверное это будет перебор сладкого можно вишню съесть потому что я ее не пробовала ну не вишню не хочу просто чернослив съем потому что он не такой сладкий но просто это безумно вкусно детям покажу начинку сейчас такой тюльпан съестает не видно еще какого цвета я думаю обычный красный потому что там какие-то были уже распустившиеся вот такой шоколад он плотный хрустящий там кусочек черносливом муфинит мне нравится больше где изготовлено надгородская кондитерская фабрика чернослив ой чернослив чернослив испанский глазурь вы знаете как сильно вкусы поменялись вот я вспоминаю себя в детстве до никогда в жизни бы не стало такое есть я не любила вот это вот фруктовое что-то особенно вот такая начинка что было никогда бы не стало и чернослив я терпеть не могла ни курагу ничего финики вообще их не переваривала вообще сколько вкус поменялся у человека вы знаете когда он поменялся после родов я после рождения сережки туда-то попозже уже даже не очень сильно поменялись вкусом что-то я люблю люблю до сих пор да как и любила но в плане отношения фрукты овощи чтобы я не раньше не стала бы есть рыбу никогда в жизни никакой ну кроме как как вот соленый красный там семги это да я любила а так чтоб вообще рыбу есть какую-то неважно филе не филе с косточкой без косточки бы никакой не стало сейчас я просто безумно люблю рыбу больше конечно морскую личную выборочно карт могу но для меня он сильно котлявый вот я имею ввиду по вкусу да это наверное единственное что я могу есть такой сладковатый больше вкус ну карасики это да по понятное дело но это основном вот морскую рыбу я практически могу все и есть так что вкусы сильно поменялись конечно но самое что интересное вот как я не любила никогда хорош картошку пюре такие до сих пор не люблю я я не то что не люблю я просто равнодушно вот будет там картошка пюре рис или макароны я выберу макароны естественно потом будет например картошка пюре и рис я выберу рис будет например гречка или пюре я выберу конечно пюре но не всегда это подумаю может быть даже гречку вот то есть такие вот вкусы вот потом ну что вам еще сравнить например будет лежать свиная котлетка вот такой вот вкусный чернослив шоколаде и рыба не важно там какая-то я выберу котлетку вот помидоры или огурец свежий огурец но консервированные помидоры вот так и не знаю просто женщина годатка раньше только чай пила сейчас я его вообще не воспринимаю вообще для меня это вообще не напиток я чай вообще нет конечно же кофе я никогда не любила слоеное тесто мне она вообще не нравилась теперь она мне нравится я очень люблю круассаны какие-нибудь слоечки для вот вообще слоеное тесто полюбила раньше не могла есть я никогда не то что никогда я как-то знаете переела в детстве стручковую фасоль зеленую это было что-то я даже запах чуяла когда начинал кто-то готовится у меня он так до тошноты вот сюда прям доходило сейчас я ее безумно люблю раньше любила грибы шампиньоны там еще какие-нибудь белые сейчас я их не очень люблю ну то есть я не то что не люблю я их не перемариваю могу там в пиццу там кусочки там попадаются да там съесть а так вообще равнодушно к нему это просто прелесть я не знаю как можно такие цветы не любить красиво